В Никольском храме Черкесска прошло торжественное награждение победителей евдокимовских чтений, которые ежегодно проводит Пятигорская Черкесская епархия. Их задача – формирование у молодого поколения образцов самоотверженного, служение Родине, воспитание патриотизма, развитие интереса в области истории и краеведения. В евдокимовских чтениях принимают участие школьники и студенты практически со всего Юга России. И на этот раз лучшим в конкурсе рефератов «Великая Отечественная война в истории моей семьи» стал ученик 10-го класса 6-й школы Черкесска Алексей Шапошников. Ольга Савенко продолжит. В работе Алексея собраны не только интересные архивные данные, но и настоящие копии документов времен Великой Отечественной войны, фотографии из семейного альбома. Эта работа заняла несколько месяцев. С начала года Алексей кропотливо по крупицам собирал данные о своих дедах. Воевавших за свободу страны. И за дня в день он искал информацию на различных сайтах. Подвиг народа в Великой Отечественной войне, мемориал и другие. Сейчас множество фактов искажается. И мне стало обидно. Поэтому я решил на примере своих дедов показать, что это неверно. И показать всем правду. Ему было настолько интересно, что он даже архивные данные находил в интернете, которые были раньше нам недоступны. В прошлом году мы пытались найти, но в этом году он сидел так упорно, искал, что нашел очень много архивных документов. И он просил всех родственников наших. За время работы над рефератом Алексей узнал много интересного. Например, что его прадед Николай Мандрыченко сам попросился на фронт. Едва ему исполнилось 18 лет. Окончил Орловское бронетанковое училище имени Фрунзе. Дошел до Берлина. Был механиком-водителем. Водил танк. За боевые заслуги им дали медаль. Мне отец рассказывал, что когда он после тяжелого боя завозил в танк, то видите, она тут немного поцарапалась. Поздравить победителей в Дакимовских чтении в Никольский храм пришли казаки Баталпашинского казачьего общества. Во главе с атаманом отдела Игорем Шаховцовым. Он вручил Алексею Шапошникову диплом архиепископа Пятигорского и Черкесского феопфилакта и почетную грамоту отдела. Радуем и надеемся, что в дальнейшем будет также прославлять веру и аминь. Атаман также вручил почетные грамоты особо отличившимся молодым казакам и диплом научному руководителю Алексея Шапошникова и Ирею Никольского храма Александру Гурину. В свою очередь наставник подарил своему ученику книгу Олеси Адамовича и Данила Гранина «Плакатная книга» и свой труд в святые наших дней. Для нас это большая надежда, что будущее поколение, наша молодежь, наши дети, они стремятся изучать свою историю. Историю казачества, историю православия, историю нашей страны. Тот, кто не знает своего прошлого, не знает и настоящего, и будущего. Он не может построить свое будущее, потому что не изучил уроки прошлого. Атаман тоже не остался без подарка. В этот день был день его ангела. Священник Александр Гурин поздравил Игоря Шаховцова с днем тезаименинства и вручил ему икону святителя Николая Чудотворца, небесного покровителя храма. Ольга Савенко, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия.